Юные хоккеисты и фигуристы на ледовом катке «Кристалл» тренируются с раннего утра до самой ночи. После 23 часов здесь занимаются взрослые спортсмены-участники ночной хоккейной лиги. Этот дворец распахнул свои двери еще 4 года назад, но с каждым годом продолжал модернизироваться. Недавно в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» здесь начали устанавливать тренажеры для обучения юных хоккеистов техники катания на льду с регулируемыми скоростью и наклоном. Быстрее бы начинающие в Кирске правильно начинали кататься. Техника катания была правильно поставлена. Сейчас лед практически у нас начинается с конца июля и заканчивается в конце мая. То есть такой период подготовки очень плодотворный. В Самарской области у нас хоккей начал развиваться. С того, что появилось больше катков, и, соответственно, дети растут и прогрессируют. Объект, включающий ледовый каток, спортивный зал, зал хореографии, был построен компанией «Газпром Трансгаз Самара» в 2015 году и находился в собственности компании. Теперь кристалл в оперативном управлении спортивной школы номер один. Символический ключ руководитель «Газпром Трансгаз Самара» Владимир Субосин передал заместителю председателя областного правительства Александру Фетисову. Мы даже не ожидали. У нас порой зимой, ну, с учетом того, что на Молководительской благотворе спорта закрыт, очень много ребят пришли заниматься спортом. И даже в ночное время, в 23.00 начинала секция по ночной хоккейной лиге. Это уже не говоря про выходные дни, когда у нас залы и танцевальный зал, и многофункциональный зал был занят, тренажерный зал был занят. В «Кристалле» проводятся и многие спортивные соревнования. Областной турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», соревнования молодежной хоккейной лиги, выступления фигуристов. Расширение возможностей по использованию таких объектов содействует выполнению тех задач, которые есть в национальном проекте «Демография». Там есть важнейший раздел, который называется «Спорт – норма жизни». Значит, у нас возможности для того, что спорт становился нормой жизни для большого количества жителей Самарской области. А это, конечно, в первую очередь, но не только дети, но в том числе и взрослые. Мы увеличиваем количество тренеров, потому что весь контингент населения близлежащего идет к нам заниматься, и у нас, конечно, все насыщено. Вот сейчас на ипподроме дети уже подросли, уровень катания такой, будем говорить, достаточно высокий, что надо их как-то размежевывать. И то, что каток передали в школу, где есть действительно результаты, и по фигурному катанию однозначно, и частично уже по резерву хоккейному, я думаю, что мы создадим как раз ту базу, где можно ковать действительно спортсменов высокого уровня. В ближайшее время в Самарской области распахнут свои двери еще несколько подобных объектов – ледовые арены в городах Похвестнево и Самара. По этим позициям 63-й регион выходит на лидирующие позиции ФПФО.